Огонь Огонь незаменимый помощник еще с древних времен, но мало кто знает, что пламя это всего лишь химическая реакция. Какого цвета бывает огонь, это и многое другое узнаем на научном химическом шоу. Еще в древности люди научились добывать огонь при создании каменных орудий труда. В результате ударов одного камня о другой вспыхивали искры. Затем появились первые спички. Зажигались они от контакта с серной кислотой, но нередко взрывались в руках. Зато в наше время есть спички разных размеров, материалов и те, которые горят в воде. Рома, расскажи, какой эксперимент тебе запомнился больше всего? Мне понравился эксперимент со спичками. Мы поджигали спички. Некоторые спички горят в воде, а некоторые нет. Некоторые спички бывают длинные, есть бумажные, есть короткие. Раньше собирали коробки от спичек. В современной эпохе приобщиться к науке можно легко и весь. В музее интеллектус юные ученые уже узнали, что тепловое самовозгорание происходит по причине нагрева предмета или вещества до температуры, при которой происходит термическое разложение. Вспомнили, что все вещества бывают твердыми, жидкими и газообразными. Но есть четвертое состояние – плазма. Она возникает в результате окислительной реакции углеводорода, тогда и появляется огонь. Провели химическую реакцию, в результате которой марганцовка, вступая во взаимодействие с глицерином, начинает разлагаться с выделением кислорода, который, в свою очередь, является сильнейшим окислителем. А также увидели звук с помощью трубы Генриха Рубинса. Газовая плита представляет собой длинную трубу, которой присоединяется динамик и появляется полоска огня. А с звуков она оживает, и языки пламени меняют свою ширину. Женя, расскажи про эксперименты, которые ты сегодня узнал. Эксперименты с розжигом и окислением спиртовки. Сейчас я узнал про давление звуковой волны и про разные виды спичек. Женя, как себе эти опыты могут помочь в реальной жизни? Ну, мне эти знания помогут в химии. Я сейчас являюсь учеником восьмого класса, и тема окисления веществ будет гнаться за мной вплоть до девятого класса. Восьмиклассники запомнили законы, которые им пригодятся в школьное время, и увидели настоящие эксперименты. А ребята помладше пришли в восторг от увиденного и ощутили себя настоящими учеными. Ребята узнали природу огня, запустили апельсиновый салют и получили яркие, незабываемые впечатления. Такие интеллектуальные музеи расширят кругозор и поднимут настроение школьникам. Дарья Шепелева, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.